МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Что изменится? Не мог пошевелить ни руками, ни ногами. Сотрудники МЧС спасли тонущего мужчину. Для одного человека считается относительно безопасным лед толщиной не менее 7 см. В каком состоянии пострадавшие? Отечественная вакцина в стране присупили к производству собственного препарата от COVID-19, где его создают. А также безопасные полеты, онлайн-покупки и конфиденциальная информация. Персональные данные для ID-карт будут собираться в закрытой системе, когда приступят к выдаче новых документов. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Правильно, курс. В Беларуси вынесли на обсуждение проект редакции Кодекса об образовании. Здесь и дистанционное обучение, целевая подготовка, работа педагогов и ответственность родителей. Обсудили все нововведения и в Бобруйске. За круглым столом депутаты Палаты представителей городского и областного совета, медики и, конечно, педагоги. На повестке дня проект редакции Кодекса об образовании. Все участники сходятся во мнении. Перемены назрели. Например, 2020-й показал необходимость и актуальность дистанционного обучения. Как раз одно из нововведений закрепить на законодательном уровне такую форму работы. На сегодняшний день проект этого документа включает нормы, отвечающие реалиям сегодняшнего дня в системе образования. И является более гибким для того, чтобы учреждения образования могли своевременно в большей степени реагировать на изменяющуюся ситуацию, в том числе на рынке труда, демографическую ситуацию и так далее. Изменения касаются практически всех уровней образования. Большими полномочиями, планируется, будут наделены местные органы власти. В микрорайонах с массовой жилой застройкой могут изменяться нормы комплектования дошкольных групп. Особенно это важно для многодетных, то есть регулировать количество детей в большую или меньшую сторону. Также в планах расширить целевую подготовку. Это станет большим плюсом для малых населенных пунктов. Исключит проблему кадров. Ознакомившись с проектом кодекса, можно сказать, что кодекс детально доработан, изучен. И в нем отражены основные направления всей системы образования действующей. Переговоры прошли в стенах третьей гимназии. Каждый участник дискуссионной площадки мог не просто высказаться по определенному вопросу, но и внести свои предложения. Все инициативы далее будут рассмотрены в белорусском парламенте. Документу после всех обсуждений предстоит пройти два чтения и еще ряд необходимых процедур. И только после официального опубликования он вступит в силу. Максим Кембель, Андрей Богдан, Бобруйск, 360. Пошел на дно. В Бобруйском районе спасли тонущего мужчину. ЧП произошло утром в среду. На номер 112 позвонил очевидец, который сообщил, что на озере Сафоза имени Ленина тонет человек. Работники МЧС при помощи веревки, жилеты и специальной доски вызвали ли местного жителя. Он находился в 100 метрах от берега. Спасение, как сообщается, было затруднено проламывающимся льдом и переохлаждением. Пострадавший не мог пошевелить ни руками, ни ногами. После его передали бригаде скорой медицинской помощи, мужчина госпитализирован с диагнозом гипотермия. В этот же вечер из реанимационного отделения пациента перевели в терапевтическое. Для одного человека считается относительно безопасным лед толщиной не менее 7 сантиметров. Прочность льда во многом зависит от температуры окружающей среды, продолжительности морозов и скорости течения. Если температура воздуха несколько дней держится 0 градусов, то прочность льда значительно уменьшается. Любителям подлёдной рыбалки настоятельно рекомендуем брать с собой хотя бы минимальный набор спасательных средств. Это верёвка, палка, доска, спасательный жилет. Кроме рыбаков чаще всего тонут дети. Поэтому родителям необходимо в обязательном порядке провести беседу с детьми об опасности играть не только на льду, но и вблизи водоёмов. Надбавки для врачей плюс к пенсии спрос в режиме онлайн. Продажи в белорусских интернет-магазинах за год выросли на 40%. В чём причина? Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре. Стимулирующие и компенсирующие выплаты получат работники бюджетных организаций системы здравоохранения. Размер надбавки будет зависеть от особенностей профдеятельности. Доплаты некоторым категориям будут увеличены от 20 до 200% от оклада. Сюда относятся также ректоры, деканы, профессоры и преподаватели медицинских вузов. С полным перечнем надбавок можно ознакомиться на портале «Право.бай». Постановление вступает в силу с 1 июля 2021-го. Персональные данные для выдачи ID-карт будут собираться в закрытой информационной системе. Об этом рассказал начальник Департамента по гражданству и миграции МВД Алексей Бегун. По его словам, для выдачи биометрических документов весь комплекс подготовленных мероприятий завершён. Осталось дождаться подписания главой государства соответствующего указа. С 1 февраля в стране повышается ежемесячная доплата к пенсиям неработающих пенсионеров. Так, для лиц в возрасте от 75 до 80 надбавка составит свыше 49 рублей. Тем, кто старше 80 и инвалидам первой группы, добавят более 65. Повышение размера пенсии ждёт и другие категории получателей. Героев Беларуси, Советского Союза, социалистического труда, инвалидов с детства вследствие ранений, контузии или увечья. На входе в национальный аэропорт Минск пассажирам будут измерять температуру. Новое оборудование установлено в секторе прилёта и вылета. Попасть в аэропорт можно будет только через эти входы. Остальные будут закрыты. На выход из аэровокзального комплекса ограничения не распространяются. Продажи в белорусских интернет-магазинах за год выросли на 40%. По оценке аналитиков, это самые высокие темпы роста за 4 года. В денежном эквиваленте это 2 миллиарда и 300 миллионов рублей. Эксперты отмечают, главная причина перетекания спроса из оффлайна в онлайн – коронавирус. Это стало стимулом для многих компаний продавать товары через интернет. В Беларуси выздоровели выписаны 229 199 пациентов с COVID-19. Зафиксировано 242 851 человек с положительным тестом на коронавирус. Всего проведено 4 415 199 исследований. Такие данные приводит Минздрав. В Национальной академии наук Беларуси совместно с коллегами из Минздрава приступили к созданию собственной вакцины от COVID-19. Это поручение Александра Лукашенко. Президент убежден и эксперты соглашаются. Вирус останется с человечеством надолго. А значит, отечественный препарат от коронавируса будет востребован. Тем временем больницы страны, перепрофилированные под лечение COVID-19, постепенно приступают к работе в обычном режиме. Менее 2000 рублей за квадратный метр. И это в столице. Уникальное предложение от крупнейшего застройщика страны в премиальных жилокомплексах. Например, в Минск-Ворд, крупнейшем многофункциональном комплексе Европы. И чуть дороже в парке Чурюскницев. Они уже изменили образ города, создали новый стандарт городской среды. И да, каждый может сюда переехать. Почему это выгодно прямо сейчас? Объясняем в репортаже. Самое главное для семьи собственное жилье. Это знают многие поколения горожан. Собственное жилье – это независимость в жизни, стабильность и уверенность. Жизнь в столице – вариант достичь успеха для тех, кто к этому стремится. И современный тренд для минчан. Менять свою жизнь в лучшую сторону – реальность именно сегодня. Лучшее предложение на рынке – комплекс Минск-Уорлд. И это бесспорно. Тысячи и тысячи семей рискнули и теперь довольны выбором. Слово тем, кто уже выбрал. Это хороший подарок в новом году. Надеемся, что этот год будет очень хорошим. Все будет хорошо. Стереотип, что покупка столичного жилья в престижном районе нереальна. Реально. Сомневаться в собственных силах не стоит. Нас очень привлекла рассрочка, потому что у нас молодая семья, у нас маленький ребенок. Очень понравились планировки. Для нашей семьи это большой шаг. Район – это центр города. Нас порадовало то, что в нашем квартале будет две школы. Для нас это очень важно. Грандиозная стройка в столице и в стране – не только возможность улучшить жилищные условия. На практике комплекс – это шанс для бизнеса закрепиться в новом районе. Районе молодом, где высокий спрос на товары и услуги. Покупая квартиру в новом доме, стоит подумать, как заработать и на коммерческих помещениях. Они – часть инфраструктуры самого крупного жилого комплекса Европы. Выбрали помещение, 13 квадратов, оборудуем полностью и будем сдавать. Современные решения для всех и для тех, кто хочет жить в своей квартире. А позиция застройщика, что в своей квартире должна жить любая семья со стабильным доходом. И для бизнеса. В каждом доме квартала коммерческие помещения. Впоследствии это кофейни, парикмахерские, магазины шаговой доступности, турагентства и многое другое. Идеи и доходы за бизнесом. Это то, что надо вам. Это шанс жить в премиальном жилом комплексе Европы. Момент, безусловно, очень волнительный, долгожданный и очень-очень желанный. Посчитали, что очень выгодное вложение. И продали машину и внесли деньги на квартиру. Комплекс развивается и строит его, опережая графики. Именно здесь будут новый городской парк, крупнейший в стране торгово-развлекательный центр. И именно здесь, международный финансовый центр, его строят в сотрудничестве с Востоком и Западом. В этих невоскребах тысячи новых рабочих мест, миллионы прямых и еще больше косвенных инвестиций. Город строится и строится именно здесь. Инфраструктура в приоритете. Школы и детские сады, коммерческие и общественные помещения. 7 школ и 12 детских садов. Медицинские центры, поликлиники. Новый стандарт. Вместо подъездов, лобби. Вместо забитых машинами дворов, паркинги и парковки. Именно через комплекс проходит третья линия метро. Хоть и на машине до центра всего 5 минут. У застройщика много интересных объектов в столице. Комплекс парк Челюскинцев – новый мотив в городской жизни. Рядом сотни гектаров парка и леса. И все это в центре столицы. Здесь остались квартиры в уже готовых домах. Рядом устоявшаяся инфраструктура самого центра города. В домах паркинги, куда можно попасть на лифте. Детский сад, встроенный в жилой дом. Второй строится. Все это доступно вам, смелым и амбициозным. Важна цена. В Минск Уорлд цена от 1999 рублей за квадратный метр. В парке Челюскинцев в готовых домах от 2950 рублей. Если бронировать свое жилье онлайн – 1000 рублей бонуса. Но эта акция только до конца января. Есть и беспроцентная длительная рассрочка от застройщика. Индивидуальный подход каждой семье. Дома сдаются практически каждую неделю. И все новые объекты доступны покупать. Только что стартовали продажи квартир в доме Майами. Удобный дом и удобный сервис, позволяющий приобрести собственное жилье для многих семей. Но лучше поторопиться. До конца акции осталось всего несколько дней. Это все из событий «Гэта Минута». Смотрите нас в интернете и в соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»